Здравствуйте! Это программа «Акцент на пирамиде» и я ее ведущая Сеиль Корбекова. В современном мире человека могут ожидать разного рода неприятности буквально на каждом шагу, будь то пожар, ДТП или же другие несчастные случаи. Каждый человек нуждается в обеспечении безопасности своего здоровья и имущества. Одним из инструментов обеспечения безопасности, конечно же, является страхование. Сегодня мы поговорим об особенностях страхования жилья. В целом, о развитии страховой отрасли в стране и, конечно же, о перспективах развития этой страховой отрасли «В нам ближайшее будущее». И сегодня у нас в гостях в студии председатель государственной страховой организации Джумагули Гамбердиева. Здравствуйте, Джумагуль Шариповна. Добро пожаловать в нашу студию. Джумагуль Шариповна, приступим к нашей беседе. 28 декабря 2015 года была создана государственная страховая организация. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об ее направлениях, об ее целях. Вообще, для чего создали эту организацию? Вы сейчас очень правильно отметили, что никто ни от чего не застрахован, что много происходит в мире катаклизмов. А Кыргызстан особенный. Мы знаем даже по статистике и по данным Министерства человеческой ситуации, что у нас 60-70% территории подвержены разным стихийным бедствиям. Вот эти дни, вы видите, какие идут осели, оползни и так далее. Поэтому в Кыргызстане всегда существовал такой департамент жилищного строительства, который пострадавшим от чрезвычайных ситуаций выдавал долгосрочные суды. Это 200 тысяч сом, это 50 тысяч сом. Причем 50 тысяч сом это одноразово и безвозвратно, а 200 тысяч сом нужно было возвращать. К сожалению, время показало, что за эти годы воспользоваться этими деньгами и построить себе достойное жилье или купить смогли не все. И даже сейчас, мы же знаем, данные МЧС дают, сколько тысяч людей сегодня даже еще не переселились из опасных мест. Поэтому, чтобы как-то решить эту проблему, чтобы люди сами тоже приняли хоть малое участие в защите своего жилья, была создана вот эта государственная страховая организация. Самая главная задача – это создание таких экономических условий, что в случае, если вдруг кто-то пострадает, можно было дать им такую сумму, чтобы хотя бы они могли восстановить, а может быть, даже купить другое жилье. И причем я вот всегда подчеркиваю, в отличие от той суды, это безвозвратно, возвращать не нужно. И еще я хотелось бы мне сказать, что сумма у нас другая. Во-первых, мы сегодня страхуем в городе жилье. Это я хочу сказать, не всегда правильно понимают наши люди, что мы страхуем обязательную часть как государственная компания. Государство обязуется миллион сом в городе выплатить при тарифе 1200 сом. А в селе до 500 тысяч сом при тарифе 600 сом. Это, естественно, все говорят, что это недорого, это небольшой тариф, но зато мы можно, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы это случилось, но если вдруг что-то произойдет, то миллион сом можно получить, но на миллион сом хотя бы что-то построить, купить, возможно, и получается. И у нас уже есть такие примеры. Поэтому страховая компания, она должна была заменить эту функцию, но опять не подменить МЧС, конечно, в МЧС свои функции остаются, но помочь людям. И вот начиная с 1 января 2017 года, вот те списки, которые формировались на выдачу суд, они уже приостановлены. Сейчас вот те, кто до 2017 года вошел в эти списки, они еще и получают, стоят в очереди, а уже с 1 января 2017 года получают только те, кто застрахован. Вот эту вот помощь. И я еще должна сказать, что да, вот три года нам исполнилось только. Это только вот постановление вышло в декабре 2015, а фактически работать мы начали в 2016 году. Три года исполнилось. Это очень сложная получилась работа, потому что, честно говоря, за время независимости мы потеряли понятие страхования. В Советском Союзе кто жил, все знают, что страхование было очень популярно. Мы это потеряли. И чтобы это восстановить, у нас два года почти ушло на так называемую просветительскую работу. Мы ездили по районам, по городам. Нам помогали местные органы власти, акимы, губернаторы, главы Алекмиту, руководители, чтобы донести это до людей, что есть сегодня вновь в Кыргызстане страхование. Вот поэтому фактически на сегодня, ну, разные говорят вопросы, что идет, конечно, не так активно, как хотелось бы, но все равно идет. Вот я, чтобы не быть голословной, хочу цифры привести. За три года нашей деятельности мы обошли 193 812 единиц жилья. Это столько наших жителей обошли, помогли им, разъяснили. Значит, и застраховали за эти годы. Затем, ну, конечно, пока все поймут, пока поверят, это же нужно время. И за это время мы вот каждый год у нас идет наращивание. Если вот в 2016 году, всего это первый год был, всего 10 813 человек застраховалось. В 2017 году вот 65 524 человека. В 2018 году, значит, уже 87 295 человек. То есть вы видите, рост все время идет. Люди уже начинают знать, начинают верить. Ну, вот еще я хочу сказать, что у нас не одна же компания. Мы единственная государственная компания на сегодняшний день. А вообще у нас вот 16, 17, 18 страховых компаний действуют. Это частные компании. Но почему вот, несмотря на это, люди о страховании не знали? Я изучала этот вопрос. Страховые компании работают уже много лет, но они как-то вот работают более узко. Как мы, они их не обязали выезжать в регионы, как нас не обязуют идти до каждого человека, объяснить и так далее. Поэтому я думаю, у них реклама не очень хорошо, может быть, шла. Они как-то работали по определенным направлениям, по другим видам страхования. И поэтому, к сожалению, за эти годы основная масса людей, особенно которые проживают в регионах. Я как человек, который много лет работал в регионе, могу сказать, что страхование существует, даже не знали. Вот такова была цель создания нашей организации. Вот сказали то, что в городах и в селах разные тарифы идут. А где больше всего страхуется? В городах или же в сельской местности? Страхуется больше в сельской местности. Я вам скажу почему. У нас, во-первых, надо всегда подчеркивать везде, что раз мы, у нас государственная организация, нас создали не просто как страховую компанию, и нам не ставили такую цель извлечения прибыли или что-то. Наша главная цель – это как социальный проект мы работаем. Меня вот спрашивают, в чем ваша социальность? Во-первых, это тариф. Это очень дешевый тариф. 600 сом и 1200. Нигде в мире такого тарифа нет. И ответственность большая. За 500 тысяч в сельской местности можно купить и домик. Затем второе – то, что у нас, кроме тарифа, у нас есть льготники. Определенная категория людей у нас получает льготные. То есть на 100% освобождаются от уплаты тарифа или на 50%. Это ветераны войны, это инвалиды в первой-второй группе, это, может быть, очень малообеспеченные люди. В зависимости от того, какие у них предоставляются документы, мы освобождаем их от оплаты. Затем еще, кроме этого, у нас 18 рисков. Вот даже сегодня мы работаем со Всемирным банком, чтобы цифровизация же везде, чтобы мы тоже уже могли работать в этом формате. И вы знаете, они говорят, что вы очень много берете на себя ответственность. Ответственность. Почти благотворительная организация. 18 рисков. Это в мире нигде нет. Максимум, мы касса три риска берут там. А вот, допустим, Турция только землетрясения страхует. Или вот Румыния только оползни страхует. Понимаете? А у нас и землетрясения, и оползень, и дожди, и ветры, и сели, и так далее. А вот почему так получилось, что приходится на вас такая большая ответственность, 18 рисков? Вы знаете, когда этот закон, ну, писали же тоже специалисты, люди, они тогда вот, это же практика все показывает. Вы же знаете, даже вот не то, что закон, даже Конституция вносится же всегда по мере, когда идет на практике, да, как работает изменение. Когда закон создавался, считали, что это правильно. Но сейчас, когда уже мы вот три года практики нашей показывать, что немножечко нам сложно в том плане конкурировать сложно, правда? Да. Затем вот выходить на иностранные какие-то рынки нам сложно, потому что все боятся нашей такой большой ответственности, что это государственная компания. Ведь наши деньги формируются за счет бюджета нашего государства и за счет тех маленьких взносов, которые вносит наш народ. Я вот должна сказать, что, когда мы ходим, я вот людям говорю, вы знаете, от ваших 600 СОМ, конечно, это не такая большая помощь, но мы каждый чувствуем, что мы причастны, солидарны с теми, кто пострадал. И мы знаем, что вот, например, произошло в Нарыне что-то, мы помогли, 500 тысяч выплатили, мы знаем, что в этих 500 тысяч есть вклад каждого нашего кыргызстанца. Вот в этом социальность тарифа. То есть, видите, льготники, это большие риски, это дешевый тариф. И еще, вот это сейчас работает, мы независимо от того, из чего построен дом, тариф у нас одинаковый. Например, в Турции, если дом кирпичный, там, значит, он один тариф. Если дом бетонный, он там подешевле. А если дом из САМА, он дорогой тариф. То есть, в зависимости от того, какой дом. У нас, несмотря на это, государство взяло на себя такое обязательство. Я вот еще одну вещь хочу подчеркнуть. Меня часто спрашивают, ну вот если мой дом не миллион, а там 3 миллиона стоит. Миллион мы как государство настрахуем вот по 1200 в городе. А если этот дом 3 миллиона, то вот эту оставшуюся сумму можно уже хозяин сам по другому тарифу добровольно может даже достраховать. Мы этим тоже занимаемся. Вот буквально в России, да, или в других соседних странах страхуют именно по одному или по нескольким видам риска. А у нас как получается? Я вот, например, если собираю страховать свое жилье, приношу свои, как у меня, получается, городская прописка, дом в городе, да, получается, приношу свои 1200 сомов и на меня страхуют сразу все 18 рисков. Или как идет? Все 18. Или смотря по областям? Нельзя ли вот это вот разделить? Вот вы знаете, это вот такое тоже есть. Оказывается, в некоторых странах они смотрят, вот области, где более подвержено ЧАЭС, там подороже, где менее подвержено, там подешевле тарифы. Это, оказывается, практикуется в мире. Но у нас сегодня независимо, где находится дом, или это будет город Бишкек, или это будет город, например, где очень часто оползни, там есть же у нас такие города, да, все равно тариф одинаковый остается, и ответственность мы несем одинаково, независимо от Бишкека и независимо там, допустим, если это даже небольшой городок с населением 10 тысяч. А вот в будущем планируется ли такая вот методика у нас в Кыргызстане ввести? Вот на сегодняшний день нет. Я объясню, почему. Вот сейчас часто говорят, что у нас закон работает слабо. Я бы сказала, закон работает вопреки тому, что у нас есть очень много препятствий. Закон работает в том плане, что, во-первых, мы сейчас выявили, что это официальные данные ГРС, что у 80% населения нет документов никаких на дом. Они живут, не оформляются, особенно в сельской местности. Затем, то есть у нас нет инвентаризации жилищного фонда. Мы не знаем, сколько у нас там кирпичных, сколько у нас там опасных домов и так далее. То есть вот когда проходила системная регистрация в 2000-х годах, то просто вот стоит дом и стоит, а какой он, это все как-то не фиксировалось. Ну и хозяева не были в этом заинтересованы. Для нас же это было ново для Кыргызстана. Вот поэтому сегодня получается, что независимо ни от чего мы идем по одному тарифу. И менять мы его сейчас не будем. Хотя были предложения внести какие-то административные штрафы. Ведь если в закон обязательный должен быть рычаг, такой рычаг сегодня мы не идем на него. Я объяснила почему. Потому что у людей еще нет документов. А чтобы получить на дом техпаспорт или госакт, мы же сами знаем, что это дорого. Это не 600 и не 1200, это там несколько тысяч стоит. Поэтому исходя из этого мы пока штрафы не применяем, даже пока нет в планах. А кстати, вот я хочу сказать, Белоруссия это единственное, пожалуй, постсоветское государство, где сразу же после Советского Союза Росгострах остался. И он занимается жильем обязательным. Там на сегодня застраховано 63% домов. Хотя там существует рычаг. Если до 1 ноября ты дом свой не застраховал, с 1 ноября к тебе накручивается уже пение. Или вот Турция. Турецкую модель все хвалят. Турции очень хорошо сделали. Мы вот съездили, посмотрели. В Турции там существуют косвенные рычаги. Это при сделках, когда купля-продажа или подключение идет коммунальных услуг. Если дом не застрахован, тебя подключать не будут. Но мы сегодня на это не идем, потому что мы знаем, каково состояние жилищного фонда у нас в стране. Вы отметили, что уже граждане начали активно страховать свое жилье. А сколько уже граждан застраховали свои жилья? Да, я не то, что активно, но лед тронулся, я бы сказала, потому что хотелось бы еще активнее. Но я вот приведу цифры, чтобы не быть голословной. Вы знаете, вы задали вопрос, где больше страхуется, в сельской или в городе? Страхуется больше в сельской местности. Потому что мы же еще и пожары оплачиваем. Даже если бытовой пожар это не от стихийного бедствия, мы оплачиваем пожары. Вот в городах в основном пожары. Хочу сказать, страхуемся же на год мы. Вот уже сейчас с начала года по итогам 4 месяцев более 30 тысяч застраховано. А вообще мы сегодня несем ответственность. Вот у меня цифра 89 838 домов у нас. И 7 тысяч это другие объекты, кроме домов же еще страхуют. Кошары кто-то страхует, кто-то имущество другое страхует. А вот жилье 89 838 ответственность несем. И я хочу сказать, вот вы спросили, в сельской местности 75% застрахованных это в селе. Потому что в городе, видите, они больше только пожары опасны в городах. Ну какие-то еще, может быть, ветры там что-то. А в селе там же больше получается. И поэтому сельская, видимо, активнее. Но я еще, знаете, что думаю? Что в селе там идет лучшая разъяснительная работа. Все-таки там Айлюк Мюту помогает. Там наши агенты. Они ближе работают с населением, чем в городе. Поэтому идет там лучше. А если вот говорить по регионам, самая активная у нас Ожская область работает. Но этому есть понятная причина. Во-первых, вы помните, в 2017 году там большое землетрясение было. И мы большую сумму выплатили в Чумалайском районе. Поэтому у людей появилась вера, оказывается, что мы платим, что нам нужно верить. И Баткенскую область, я хотела бы отметить. Активно работает Баткенская область. Ну, там тоже вот... А если говорить по районам, я даже вот хочу сказать. Ваши это Чумалай, Араван, Наукатский район, хорошо Узген. В Баткене так и Дамжайский район. Город Селиктах хорошо страхуется. Лейлек, видите, такой далекий район страхуется. В Джалабаде, я бы отметила, Аксийский, Чаткальский, Алабукинский районы. Тоже очень такие отдаленные районы. И вы знаете, вот Таласи, Бакаята, Карабура. То есть там, где мы производили выплаты уже, там люди идут активнее. На Рынье это Адбашинский район, в Чуи это Аламидинский район. То есть на Иссыкуле это Джетеогусский район. То есть вы видите, вот таких дальних лучше страхуется, потому что, видимо, информация им доступнее идет. Кроме, ну мы, вот вы видите, реклама идет на всех госканалах, и на частных каналах было, и на сайтах было, и расклеивали. Ну и потом там все равно сарафанное радио, оно делает свое дело. Там лучше, по-моему, идет информация. А вот сам процесс страхования, насколько он прост? Вы знаете, вообще в идеале, конечно, нужно прийти с документами, с чертежом твоего дома и так далее, и так далее. Но вот я уже называла причины. Сегодня мы по желанию, вот я ездила, я все регионы объехала, и во многих уже районах побывала, с населением встречалась. Они просили упростить, ну, может быть, это будет инвентаризационное дело обыкновенное, может быть, это будет чертеж дома и справка с Алюк Метюлис, госрегистром о том, что этот дом принадлежит там такому-то хозяину. И вот мы пошли навстречу, сегодня мы страхуем упрощенная система очень. Если вдруг что-то случится, не дай бог, конечно, то тогда уже человек пойдет и сделает такой чертеж дома, чтобы мы по нему могли выплатить какую нужную сумму. Поэтому сегодня очень просто, нужно взять паспорт, нужно взять справку о том, что дом принадлежит тебе, и не обязательно быть хозяину. Можно застраховать, прийти вот человек, можно застраховать дом своих родственников, дом своего отца, брата и так далее. В случае чего, ну, мы родителям, чтобы помочь, своим близким помочь, это тоже можно сделать. А куда нужно обращаться к гражданам, чтобы застраховать свое жилье? Во-первых, в каждом областном центре у нас имеются филиалы. Они у нас находятся где-то рядом с областными администрациями, там можно прийти посмотреть. Во-вторых, в каждом районе можно подойти в Акемиат и узнать, у нас находятся инспектора, которые помогут. И вы знаете, у нас еще в каждом, ну, Айлюк Мэту мы пытаемся, но это идет сложно, где-то свыше 400 агентов наняты, но агенты тоже не могут. Сегодня у нас, конечно, недостаточно сил обойти всех, да, это же нужно обходить, кому-то идти. И сегодня нам помогают работники Айлюк Мэту, агенты наши. То есть, если первая инстанция, если ты живешь в селе, ты подойди в Айлюк Мэту, и тебе подскажут, кому подойти, кто этим занимается. Если это районный центр, то в Акемиате, спросите, где сидит инспектор государственной организации страховой, это пока что. А если это областные центры, там сидят наши работники филиалов. А вот можно еще раз, насколько выгодно страховать свое жилье, и насколько это актуально сейчас? Вот вы знаете, я вот хочу выплаты вам просто для интереса. Вот, например, раньше суда, я с этим сталкивалась, она идет траншами, идет очень медленно. Вот очереди, вот видите, до сих пор еще очереди у нас стоят для получения суда, там, не знаю, за какое, может быть, даже еще за 15-е года. Во-первых, у нас выплата идет, мы обязаны в течение 30 дней, когда все документы нам уже принесли. Как документы все готовы, мы обязаны в течение 30 дней выплатить. Это время выигрывается. Во-вторых, мы сами помогаем формировать документы. Ну, вообще, я хочу сказать, если случился страховой случай, мы на что основываемся? Есть в каждом Айлёк Мэйту, в каждом районе, в каждой области комиссия по гражданской защите. Туда входят органы местной власти. Председателями там являются зам Айлёк Мэйту, зам Акимы, зам губернаторы. Они идут, там комиссия в составе все там, значит, и ЭКТЕХ, и МЧС, все. Они идут, осматривают, составляют АКТ. Вот этот АКТ для нас является основанием. Если только где-то что-то у нас сомневаемся, мы и спорный вопрос, мы имеем право, это или мы, или хозяин нанять какого-то независимого эксперта, чтобы показать, что на самом деле там по-другому что-то. И вот тогда уже мы готовим эту выплату. Кроме этого, значит, мы помогаем, время выигрывается. И самое главное, это же не возвращается сумма. Ты получаешь, у нас вот есть миллионы люди получили, есть 500 тысяч, есть и 100 тысяч получают, есть и 5 тысяч. Это в зависимости от того, какой ущерб нанесен. Вот были ветры, да? Вот на Иссыкуле были ветры. Есть кто и 5 тысяч получил, если там у него, не знаю, сколько, 5 шиферов улетело. И есть кто, 500 тысяч получил. Вот женщина, помните, дом у нее остался под деревом, придавила совсем. И эти деньги уже не возвращаются. А суда она была все равно же, она над тобой висит, что ее надо в течение скольких-то лет вернуть. И, конечно, вы знаете, отдавшись с отцом, или 1200, целый год быть спокойным в том плане, что ты не останешься один на один со своей бедой. К тебе обязательно придет на помощь государство в лице страховой компании. Это, я думаю, многого стоит. Конечно. А вот, к слову, о льготном страховании. Сколько уже успели выплатить именно по этим? Да, льгота. Это тоже удивляет всех, что у нас существует льгота. Вообще в мире этого нет. Вот у меня цифра. На сегодня мы несем ответственность. Мы вообще за это время застраховали 4 677 годников. Но вы же знаете, каждый год выбывают, если выбывают и прибывают. На сегодня у нас 2868 льготников, за которых мы несем ответственность. И я уже вот даже, у меня есть цифры, что мы льготникам выплатили. Люди ни копейки не платили, застраховали свои дома. Но вот в Таласе, я не буду назвать фамилию, в Таласе, ну это и по телевидению, в принципе, показывали, в Таласе женщине, она инвалид, у нее получилось, что дом стал совершенно разваливаться, и мы ей выплатили 500 тысяч. Она, мы когда приехали, она заплакала. Она говорит, что соседи не верили. Как это ты ничего не заплатила? Просто как льготница, тебе выписали полис и заплатили. Мы ей 500 тысяч заплатили. Вот, и еще одной женщине мы заплатили тоже. Еще одному человеку мы заплатили эти деньги. То есть, уже два льготника у нас получили совершенно нисколько не заплатив нам. И, знаете, когда приходишь, и люди еще верят, что, оказывается, государство может так поддержать льготника, люди, конечно, удивляются. А вот, получается, льготники, они вот либо на 100%, либо на 50% освобождаются, да? Это, получается, сам срок страхования длится год, правильно? И, получается, ему надо каждый год обновлять или не придется же платить? Нет, нет, нет. Если он льготник, если у него есть что, ну, какое-то удостоверение же бывает, то ежегодно ему будет это обновляться. И вот слово о рисках, вот стихийные бедствия, да, получается? 18 рисков. Какие именно стихийные бедствия более? Вот, а больше всего, да, у нас? Больше всего, да, у нас. Вы знаете, вот я для себя делала такой этот, ну, анализ по этим. Вот у нас были землетрясения, ветры, оползни и пожары. Больше всего у нас страдают от ветров. Вот мы выплатили 270 с лишним выплат, 118 из них это ветры. Были ветры, которые вообще унесли все, где мы и по 100 тысяч, и по 50 тысяч выплачивали. И были ветры, где вот, я же говорила, там и 5 тысяч, и 2 тысячи, если там два шифера всего или что. Большой этот ветер. Затем на втором месте по выплатам у нас это землетрясение шло. Вот это большое землетрясение у нас было в Чамалайе, где мы выплатили около 50 человек сразу там получили. И причем я хочу, знаете, что сказать? Я ездила, вот видела, когда, значит, землетрясение произошло, а потом, когда мы уже дали им деньги, попозже поехала, дома-то были какие, вы знаете, саманные, без сейсмо-поясов и так далее. А сейчас вот это село, да, род Курван, в Чамалайском, я потом поехала, там они построили уже из кирпича со всеми сейсмо-поясами, со всеми условиями. То есть дома вообще стали очень хорошего качества. То есть они сумели обновить. А вот мы выплатили людям по миллиону, если они сумели, не стали строить, они оставили это жилье, а купили в другое жилье в том же городе на эту сумму. Вот есть случаи, когда страховая компания отказывается страховать, да? Можно назвать эти случаи? От чего, получается, пусть полис не защищает нас? Вот у нас есть, и есть, конечно, где мы уже сегодня не выплатили по определенным причинам. Вы знаете, есть такие случаи, где мы не можем выплатить, потому что нам лаборатория или комиссия МЧС дает заключение, что, вот, например, пожар, там пишут, грубо нарушил сам хозяин. Грубое нарушение в использовании бытовых приборов, да? Мы же не можем платить, если он сам нарушает это все. Если не по его вине, там какое-то замыкание, возможно, можно там, вот у нас уже случаи были, у соседей дети там подожгли что-то сено, оно сено перекинулось, и сгорели соседние дома, мы выплатили. Но если сам хозяин виноват, он не соблюдал правила пожарной безопасности, то мы там уже не выплачиваем. Есть еще вот случаи, если дают нам, ну, вот, если это взрыв газа, например, да, или это какие-то военные действия были, или вот общественная ситуация была такая, что были какие-то там конфликты, и вот в это время, если дом пострадал, мы это не выплачиваем, потому что у нас, в первую очередь, вот это слово от стихийных бедствий, от природных, которые не зависят от нас, там нет человеческого фактора, да, там вот это все происходит из-за стихии. Или вот, как я говорила, пожар от соседа перешел, хозяин же не виноват, что у соседа загорелось, к нему попали эти искры, и у него загорелся дом. В этих случаях мы, значит, выплачиваем. Но если есть тот, кто это сделал, а у нас уже, к сожалению, есть случаи, где не соблюдают. Специально, наверное, потекают. И вот есть случаи, что якобы вот дали заключение, что даже старенькие, если дом, они заинтересованы. А вот есть случаи, когда вот если дом находится в аварийном состоянии, да, то тоже отказываются страховать. Как вообще определяют аварийность страхования, степень его или... Нет, мы это не определяем. Я должна сказать, сегодня мы делаем это просто визуально. Если дом, конечно, построен на Осамане, без фундамента там провалившись, он же визуально видно, что этот дом разваливается. Его страховать нам нельзя. Это претит страховым принципам. А если дом, ну даже он саманный, может быть, постройки там старой, но он, хозяин ухаживает за ним, да, и дом, видно, что он не разваливается, мы его страхуем. Мы его страхуем. Я еще, знаете, что должна сказать? Вот очень много у нас и таких обид бывает. Вот оползень, да? Оползень, мы говорим, страхуйте, особенно вот где опасные участки, они же знают, их же предупреждали, может быть, и даже если не предупреждали, они вот так делают. Они не страхуют, но когда уже выходит, что там опасно, надо переселяться, они бегут и страхуют. В том случае мы уже не имеем права страховать. Нас за это будут наказывать. У нас же тоже есть надзорные органы, которые нас проверяют и так далее. А у нас, к сожалению, люди считают, что если сегодня он услышал, что вот уже оползень двигается, он может сегодня пойти застраховаться, а завтра прийти просить деньги, это, конечно, ни в какие ворота не лезет, это вообще прийти к принципам страхования. Но если ничего не было объявлено, и вот ты застраховал, а через час, например, был сильный ветер или какой-то случай, и у тебя мы обязаны, даже если через минуту это произошло, после твоего страхования мы обязаны будем платить. А вообще какая работа проводится среди населения, чтобы призвать их страховать свое жилье? Как можно мотивировать их? Люди как бы осознают, что нужно страховать, но не идут страховать их. Я разговаривала с людьми, когда я им объясняю, они говорят, мы все понимаем, что это недорого, что это нужно. Конечно, но вот просто наша людская такая халатность, вот такое, знаете, да успею, да схожу, может какая-то ленность, какой-то вот равнодушие, это у нас есть, к сожалению. Вы понимаете, вот все, никто не сказал, что это дорого, все говорят, что сейчас хорошо, что есть организация. Кстати, я хочу сказать, что многие, сейчас вот я изучила документы, некоторые страхуются и в частных компаниях, но не как обязательно, как добровольно они тоже. Кто понимает, кто хочет защитить себя, своих близких, от каких-то неожиданных эксцессов, они идут и страхуют и в частных компаниях. Как добровольно это никто не запрещает. Мы несем вот эту обязательную часть, как бы государственную часть, да, мы несем. Мы готовы добровольно страховать, мы не только жильем занимаемся сегодня. Я вот назвала 7 тысяч еще объектов, это и кошары страхуют, это и вот сегодня уже машины страхуют. У нас есть кто страхует себя от несчастных случаев, таксисты страхуют перевозчиков. Я вот должна сказать, у нас мы очень равнодушно все-таки к себе относимся. Вот когда мы смотрим иностранные фильмы, мы же видим, хоть дом сгорел, хоть взорвалось предприятие, хоть там что-то с машиной, они даже не переживают. Они говорят, я получу страховку, и все. А у нас это горе. У нас это горе. Вот у нас даже был случай, дом сгорел, и вы знаете, мужчина, в течение месяца у него был инфаркт, он умер. Мы выплатили там деньги, вдова получила, но когда он остался на улице без ничего, для него это была трагедия в селе, понимаете. Поэтому, чтобы вот этой трагедии не было, чтобы себя защитить, свое здоровье, своих близких, я думаю, это самый лучший мотив. Что может быть лучше, когда человек уверен, что он не одинок? А вот сколько составил объем страхового рынка по данным за прошлый год? Вот это вообще Финадзор подводит итоги всех этих 18 компаний, но насколько я знаю, это где-то миллиард с лишним, миллиард 300 миллионов, вот в таком мы там идет примерно. А вообще планируется ли в будущем это все увеличивать, видите, буквально в других странах этот процент на долю ВВП составляет более 6-7%. 7-8%, вы правильно говорите. Вообще, это как финансовый рынок, страховой рынок занимает 7-8% ВВП любой страны. У нас это даже до одного не дотягивает процента. Насколько я знаю, 0,2%. Это даже до одного не дотягивает. Это о чем говорит? Что у нас страховый рынок все-таки пока еще не развит. Хотя столько компаний у нас. Но сейчас вот мы объединяемся с частниками. Хотя мы как бы конкуренты, но мы заинтересованы же. У нас у всех одно защитить и людей. И это все-таки целый рынок такой страховой. Еще знаете, в чем дело, я думаю, что ВВП малая наша доля, потому что все компании, они активно мы не объединились. Так вот шатко-валко работаем. Из-за этого мы должны, мы обязаны, мы хотим, не хотим, мы должны сейчас это нарастить. И тогда у нас, когда народ пойдет по всем видам страхования, во-первых, мы займем свою нишу, вот это 7-8%, как это в мире делается. И это уже будет показатель того, что люди поверили и пошли. И потом это вырастет культура у нас в Кыргызстане. Мы будем, как все цивилизованные страны, страховать абсолютно себя от всяких неожиданностей. Я вот хочу по перевозчикам сказать. Ведь мы садимся в такси, мы никогда не спрашиваем, застрахован он перевозчик или нет. Мы подвергаем себя большой опасности, понимаете? Вот в прошлом году начали страховать мы перевозчиков, и уже у нас есть случаи, вот я всегда считала, что троллейбусом меньше всего подвержен, но, оказывается, там в троллейбусе тоже при торможении, там при этом люди получают какие-то увечья и лечатся. И мы проплачиваем лечение, мы проплачиваем, и есть 50 тысяч заплатили, и 30 тысяч, и 3 тысячи за какие-то там увечья, которые получены на транспорте. Там маршрутки есть, кто у нас привыходили, что-то там какое-то увечья получил. То есть вообще мы люди сами тоже должны помочь этому рынку развиться. Мы садимся в такси, мы должны знать, застрахован этот перевозчик, потому что, вы знаете, ну не дай бог, конечно, вот сейчас мы говорим об ОСАГО, да, если он войдет, то человек будет уверен, что не надо будет судиться, не надо будет бегать у этого водителя, у которого чаще всего ничего нету, кроме этой маршрутки там или такси, ходить с ним там и 10 лет получать от него на лечение что-то, а это все сделает страховая компания, да, если, и потом там выплаты на все абсолютно будут, и на лечение, и на вещи, если у тебя пострадало что-то из имущества, ну и не дай бог, если это смертный случай. Да, конечно. Вот закон сам твердит, да, обязательное страхование жилья, да, обязательное, но почему-то люди все-таки не бегут, не стремятся все-таки застраховать себя. Вот как вы думаете, нужно ли вводить штрафы, санкции, чтобы вот, как в Белоруссии, да, вот вы ранее сказали? Да, 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 да. Пеню они вводят, если делают это. Ну, но не сейчас. Возможно, это будет когда-то, да, но это когда будет, когда уже у нас вот этот жилищный фонд приведется в порядок, будет инвентаризация проведена, и когда наши люди уже оформят свои дома, ну, пока сегодня, конечно, не совсем будет правильно, если мы сразу же пришли, начали штрафовать, население не готово. Я же говорю, за годы независимости, что такое страхование, подзабыли уже. А вообще, какой период времени на это потребуется? 10 лет, 15? Ну, нет, не 15, но лет, наверное, ну, хотя бы 8 потребуется, надо, чтобы сейчас уже активнее, когда будут идти. Вот вы сейчас спросили же, как надо до людей. Вы знаете, мы вот могут сказать, да, за 3 года там, может быть, охват не такой, но я хочу сказать, из этих 3 лет 2 года ушли только на то, чтобы поехать и людям разъяснить, что вообще это такое. Потому что те, кто жил в Советском Союзе, у них какое-то неверие осталось. Гострах пропал советский, некоторые даже не нашли концы, да? А молодые люди, они даже понятия не имеют, что есть вообще такое, что такое страхование. Поэтому вот 2 года, я говорю, у нас ушло на просветительскую работу. Сейчас вот я когда езжу, говорю, поднимите руки в зале, кто не слышал о том, что есть страхование? Нет. Ну, по крайней мере, 90% населения сегодня об этом знает. Но я вот сказала, это наша авось, а меня пронесет, авось со мной, ничего не случится. Потом, вы знаете, все-таки вот это вот в Советском Союзе наше, иждивенческое, оно еще дает о себе знать, что мы привыкли, кто-то должен о нас заботиться, кто-то должен все делать. А что сегодня мы в рыночных условиях должны сами немножко о себе позаботиться, хотя бы маленькую лепту внести, об этом забываем. Вот уже три года компания страховая организация, государственная страховая организация работает, и, наверное, уже есть какие-то предварительные итоги, да, может, надо уже вносить поправки в закон, о минусах закона. Да, вот я сказала, конечно, любой закон, он из практики потом как-то все равно корректируется. Сейчас вот Госфинадзор, уже депутатов на рассмотрение находятся изменения, значит, наш закон там будут, ну, какие-то в том плане, что, вы знаете, почему мы хотим риски еще уменьшить, но есть такие риски, которые невозможно измерить. Эти риски, у нас даже в Кыргызстане нет таких лабораторий, которые могут дать заключение точное. Вот, например, поднятие грунтовых вод. Вот это очень большой спор вызывает, и вот в Чуи у нас даже есть недовольство по этому поводу. Грунтовые воды, как сказал Олег Мэту, в Чуйского района, когда я ездила, это вот это Олег Мэту в селе Чуй, он говорит, у нас уже там много лет, да, там десятилетиями поднимается вода, мы же по телевизору видим, да, это же не стихийное бедствие, это чье-то безалаберное отношение, это чье-то безответственное отношение к своим должностным обязанностям. Ведь там почему вода поднимается? Там нечищены дренажные каналы, да, там надо же чистить, чтобы вода уходила. Или вот сейчас МЧС же говорит, предупреждает, будут сели, прочистите хотя бы арыки возле своих домов, чтобы вода нашла куда уйти. К сожалению, у нас же и это же не всегда делается. Вот когда-то я работала главой Олег Мэтуи, было очень сильное наводнение, я пригласила помочь китайскую компанию с техникой. И когда китайцы пришли и говорят, да, вы почему вот за вашим домом идет этот арык, почему вы накануне не открыли, чтобы вода не в дом ушла, а по вот этим арыкам ушла там куда-то нашла свой путь. Мы даже это, к сожалению, не делаем. МЧС нас просит, почистите дома вокруг своего этого дома, арыки, чтобы вода не к вам домой ушла, поэтому арыка ушла дальше. Но это вот когда в этих... Конечно, есть вот как вчера в Наукате эти сели, который человек перед ней бессилен, большая стихия. Но вот там, где вот дома небольшие, я сама была свидетелем, мы не чистим. У нас заросшие. Мало того, мы на эти арыки ставим, еще и строим на них там какие-то сарайки и так далее. То есть мы сами препятствуем, мы сами создаем какие-то условия для того, чтобы этот ЧАЭС было осложнено. И вот можно пару слов о полюсе ОСАГО? Вот уже совсем скоро он уже вступит в силу, да? Насколько готова государственная страховая организация к внедрению этого полюса? В принципе, мы готовы. Сейчас, видите, по ОСАГО это будут все частные компании участвовать, все компании, и там уже ответственность не столько будет только на государственной страховой, там будет создан специальная, значит, автоматизированная информационная система, там будет создан гарантийный фонд, и все, кто хотят работать, будут входить туда, определенную энную сумму вносить будут, и отчитываться туда будут, то есть будут иметь все. Здесь человек любой, вот вы помните, в 2015 году начинали тоже, да, ОСАГО? И было очень возмущение много, что почему нет государственной, чтобы у человека был выбор. Веришь в государственной компании? Иди застрахуйся в государственной. Хочешь в частную компанию? Застрахуйся в частную компанию. Вот теперь, если ОСАГО войдет, у человека будет выбор. Хочешь, иди в государственную страхуйся, где за тебя ответственность несет госкомпания, и, ну, отсюда понятно, и хочешь, иди в частную компанию. По ОСАГО, да, сейчас идут вопросы, как будет, это очень такая большая система, мы единственная, пожалуй, страна, которую сегодня еще не внедрили. Но, я должна другое сказать, хотя нет ОСАГО, но есть понятие ДОСАГО, это добровольное страхование ответственности. То есть, даже сегодня можно прийти, не ожидая, когда заработает ОСАГО, вот если у меня есть машина, и я хочу застраховать себя от того, что вдруг я нечаянно ударю чью-то машину, да, чтобы не я платила, а страховая компания, я могу прийти сегодня в страховую компанию, и в нашу, в том числе, оформить вот такой полис ДОСАГО, добровольную ОСАГО. И если что-то случится, то уже не водитель будет платить, а страховая компания. Но опять исключение, если водитель пьян, если он там нарушение какое-то сделал, наркотическое, алкогольное, конечно, если застрахует, и будет пьяный ездить, ответственность за него никто не будет. И вот по ОСАГО я еще хочу вот что сказать. Мы сейчас страхуем, обязательно это будет, перед третьим лицом, человек, который стоит на пешеходном, или машина, которая едет впереди или стоит на парковке. Она же не виновата, что ты ее там сбил и так далее. Поэтому ты должен обязательно перед ним нести ответственность. Но можно и себя застраховать. В каком плане? Не себя, а свою машину. Если вдруг ты не уверен в каждой сфере. Хорошо, вкратце, да, можно. Спасибо большое, Джума Гульшариповна. Прошу прощения, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Уважаемые телезрители, это была программа Акцент на канале «Пирамида». С вами на все времена.